В эфире реальная хакасия.рф, в студии Ирина Гирш. Здравствуйте! Сегодня мы с вами обсудим вопрос о том, будет ли развиваться в Республике Хакасия спорт в 2014 году. Вслед за кикбоксерами закрывают залы у борцов греко-римского стиля. В этом здании все пропитано потом побед, которые славили Хакасию. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы завоевали медали и победы как на российском уровне, так и на международном. Я считаю это категорически неправильно, так как это единственный в Абакане специализированный зал греко-римской борьбы, где мы, спортсмены, в свою очередь, можем прийти и позаниматься спортом. Кто-то на профессиональном уровне, кто-то так для себя, но тем не менее, я считаю, что это неправильно. Вот этот зал для Республики Хакасий единственный. Сюда приезжают ребятишки взрослые со Скинского района, Сбейского, Таштыбского. То есть все лучшие спортсмены приезжают перед крупными соревнованиями. Так как это, во-первых, областной центр, и здесь они проходят сборы, и после этого сбора выезжают на все федеральные и другие крупные соревнования. В данный момент зум-тренеры, Геннадий Васильевич Сутреков и Баргаякова, не предоставляют рабочее место, то есть спортивный зал. То значит, ребятам негде будет тренироваться и повышать квалификацию, которая приезжает из других районов Республики Хакасия. Создались такие условия на данный момент, что мы остаемся без спортивного зала. Хотя впереди первенство Сибирско-федерального округа по всем возрастным группам, затем финалы первенства России по этим возрастным группам. На данный момент ситуация такая создалась, что нас просят освободить вот этот один-единственный базовый зал по греко-римской борьбе до 15 января. Зал принадлежит Министерству образования. Из каких соображений и кто это придумал, внес такое предложение, непонятно. Еще в 2010 году состоялась встреча губернатора Республики Хакасия Виктора Зимина с трехкратным олимпийским чемпионом депутатом Государственной Думы Александром Карелиным. На встрече была достигнута договоренность найти возможность строительства современного спортивного зала для борьбы, который послужит созданию условий для подготовки спортсменов в современных условиях и получения ощутимых результатов. В Федерации спортивной борьбы Республики Хакасия был разработан проект Дома борьбы в соответствии с договоренностями и всеми нормами и правилами. Проект был презентован и одобрен общественностью, так как максимально соответствует всем требованиям к отличным условиям тренировок спортсменов. Современное здание позволит проводить в Хакасии соревнования международного уровня. В январе 2013 года министерство пыталось протащить свой проект, преследуя коммерческий интерес. Но тогда общественность не приняла этот проект. И вот уже в этом году, а именно 15 января, согласно письменного требования Министерства образования и науки Республики Хакасия, спортсмены должны освободить помещение. Похоже на то, что министр образования и науки Республики Хакасия Галина Салата находится в странной договоренности с министром спорта Валерием Денщиковым. Получается, что эти два чиновника пошли в обход, нарушая слово, данное губернатором о поддержке спортсменов, которые много лет и усилий положили в стремлении к победе. И решили выселить и, по сути, оставить Хакасию без чемпионов и медалей. В следующем сюжете мы вам назовем имена депутатов Верховного Совета Хакасии, представляющие строительный бизнес, которые активно лоббируют свои интересы через высокопоставленных чиновников от спорта и образования, преследуя свои коммерческие интересы.